Евангелие от Луки, глава 15 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а нашет возьмет ее на плечи свои с радостью и пришет домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказывай вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имеющая десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а нашедший созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся. Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения, и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришед же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его, отец его изжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слух, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. А он осердился и не хотел войти. Отец же его вышед, звал его, но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка, он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Субтитры сделал DimaTorzok